Таких приходится выгонять, не обращая внимания на угрозы жаловаться. Впрочем, жалуются исключительно редко. Наверное, потом каждый все спокойно обдумает и устыдится. Слишком уж очевидно самоотверженная работа. Есть еще и нахалы. Они проникают к больным всеми средствами, проходят черным ходом, приносят свои халаты, подозреваем, что одна старая нянька в пропускнике и берет за это взятки. Ну, довольно заниматься пустяками. Нужно идти делать главное дело. Леночка и Володя совсем хорошие. Вова тоже будет жить. Так что все-таки есть уже какое-то оправдание перед Богом или кто бы он там ни был, или перед собой. И это все равно. Иду в операционную. Больше никаких оттяжек. Все внутри напряглось. Чувства сжались в комочек и спрятались где-то в уголках моего «я». Ясность. Черное и белое. Переодевание. Очки. Маска. У входа в предоперационную вижу всякие мелкие беспорядки. Но сейчас нужно молчать. Нельзя растрачивать спокойствие. Для этого еще будет достаточно поводов. Девочка уже в операционной. Уже введена трубка в трахею. Приключен наркозовый аппарат. Она спит. Ассистенты Мария Васильевна, Петр Александрович и Володя одеты и обкладывают операционное поле стерильными простынями. Они сейчас будут начинать. Операционная сестра Марина, строгая, красивая, тонкая, стоит, положив руки на столик. У нее все готово. И там внутри тоже в предоперационной мою руки. Без слов и почти без мыслей. Где-то в подсознании все уже обдумано вчера, сегодня утром. Вот только что, пока был в палате. Одна щетка, другая. Вхожу в операционную. Молча подается салфетка, потом спирт. Надевается халат. Поправьте свет. До операции никогда не поставите лампу, как полагается. Стоп. Нельзя заводиться. Все равно в следующий раз опять не поставят. Черт с ними. Больная лежит на правом боку. Рубец от первой операции уже иссечен. И сейчас накладываются зажимы на мелкие кровоточащие сосуды. Движения у Марии Васильевны четкие и точные. Она самоспокойствие и деловитость. Но это обман. Она сильно нервничает. И когда оперирует одна, то часто ворчит. Все это замечается и думается каким-то краешком мозга. Марина подает инструменты в руку хирурга с легким щелчком, без слов угадывая, что нужно. Она очень опытная и давно работает за мной. Отличная сестра. Нет, помощница. Перчатки. Спирт. Становлюсь на свое место. Рассекаю межреберные мышцы и попадаю в плевральную полость. Она заращена спайками. Легкое срослось с грудной стенкой. Это естественно после операции. Спайки трудные, пальцем не разделяются. Приходится рассекать скальпелем или ножницами. Кровоточит. Нужно коагулировать или попросту прижигать электрическим током от аппарата диатермии. Легкий дымок и запах сжженного. Все делается почти автоматически. Видишь, операционное поле, легкое, в голове есть план с разными вариантами. И он выполняется этап за этапом простыми, привычными движениями. Управление руками это и есть мысли при операции. Движение, взгляд, мгновенная оценка результата, замыкание нового движения. Весь мир выключен. Можно простоять шесть часов и не почувствовать, что есть ноги. Конечно, когда трудно. Если просто обычная работа, выполняемая стоя. Сейчас трудно. Вернее, будет трудно. Как только верхняя доля легкого отделилась от грудной стенки, сразу стало ясно, что уплотнение, похожее на опухоль, располагается в сосудах, отходящих от сердца. На дуге аорты, на легочной артерии. Легкое только припаяно к нему. И хотя его ткань уплотнена, причина кровотечения там, в крупных сосудах. Продолжение следует...